Наверное, да. Такого бездарного бокса больше мне нравится. Я никогда особо бокс не любил, я его, наверное, даже больше ненавидел. Я согласился бы даже бесплатно, серьезно, здесь и сейчас. Тот шанс всей моей жизни. Потому что там выходил с... Бэм! Нафиг! Здравствуйте, это программа «Один на один». И сегодня у нас в гостях легенда российского да и мирового бокса тоже. Бывший чемпион мира во весовой категории 63,5 КГ в первом полусреднем весе Руслан Проводников. Руслан, приветствую. Здравствуй. Спасибо за то, что такие громкие слова. Очень стесняюсь этого. Никогда не считал себя, не считаю. Ты стал великим. Легендой. Не, ну, скромность украшает боксеров. Такой вопрос сразу к тебе всходу. По горячим следам, что называется, август месяц еще у нас, собственно, в горя в разгаре. Ты был на поединке Терренса Крофорда и Исраила Мадримова, который вот буквально состоялся недавно в США. Твои впечатления? Какая была атмосфера? За кого болел? И как тебе сам бой и результат? Да, на самом деле, буквально несколько дней назад прилетел, вернулся с Лос-Анджелеса, где не был. Уже, оказывается, 8 лет время бежит быстро. Вот, кстати, как раз мы сейчас выше разговаривали, что в 2016 году был бой Крофорд с Постолом. И это вот был мой крайний приезд туда. И последний, вот с того момента я не был. И вот 7-го числа, я 31-го прилетел, вот сейчас июля. В Лос-Анджелесе тоже 8 лет не был. Но что касается самого боя, что касается Израиля, допустим, мне он понравился. То есть он достаточно очень хорошо провел бой и доминировал. И по мне так как минимум должна была быть ничья. Как минимум. Потому что, ну, он взял больше раундов. Это однозначно. Вот. Но, мне кажется, все-таки, когда ты выходишь против звезды, лучшего в мире, он сегодня лучший, наверное, да, там один из, в паунд, по фаунд. 100%. Он первым стоит. Ну, в пятерке, в тройке точно. Ну, вот, представляете, мне кажется, надо просто из штанов вылазить. Чтобы... Потому что мы знаем столько... История бокса знает столько примеров. Примеров, когда там в более ярких победах там ограбляют, то есть заслуживают. Поэтому здесь, вы знаете, ну, надеяться был на удачу. То, что там вдруг... Крофот пропустит и ляжет. Ну, хотя, не, почему? Могло быть такое, потому что Израиль, он достаточно хорошо бьет. Он хорошо бьет, но нужно отметить, что Кроуфорд, хотя, да, он не является природным боксером первого среднего веса. Он начинал с легкого. Ни разу, ни за один поединок, он не то, что не был в нокдауне, он даже не был потрясен, насколько я помню. Единственный, кто его один раз болтанул, это был Юреркес Гамбоа, но потом Гамбоа за это жестоко поплатился, был нокаутирован. Ну, поэтому, в целом, бой так прошел, знаете, ровненько, как-то ни туда, ни сюда, как-то, не знаю. Я вот всегда говорю, я сторонник таких боев, кость в кость. Артур Агатти стайл или Руслан Проводников стайл? Ну, наверное, да. Такого бездарного бокса больше мне нравится. Я считаю, что у Мадримова будущее однозначно есть. Лично я хотел бы посмотреть с Тимом Дзю, а ты бы с кем его хотел увидеть в следующих боях? Ну, мне как-то не думал никогда, с кем бы я хотел его увидеть. Кстати, с Тимом Дзю было бы неплохо, наверное, посмотреть. Было бы позрелищнее все-таки, да, я думаю? Я думаю, что да, Тим Дзю, наверное, не настолько осторожничает. Он бы, наверное, попытался все-таки нокаутировать. Крофорд он никогда не форсирует. То есть, вот он тоже, у него есть всегда свой план спокойненько, он никуда не торопится. В этом, наверное, есть вот его плюс, что он не поддается эмоциям. Он очень так все четко, с чувством, с расстановкой, все грамотно, не торопясь. Есть возможность нокаутировать, он сделает. Нет, значит, он будет вести свою игру. Так что, ну... Кстати говоря, Руслан, было время, ты, по-моему, даже где-то в интервью говорил, что было время, когда Теренс Крофорд, нынешняя такая звезда, мировая звезда профи бокса, была у тебя на разогреве. Когда же это было? Напомню зрителям. Бывали такие времена, представляете, у нас в гостях человек, у которого на разогреве выступал сам Теренс Крофорд. Слушайте, я сейчас даже не помню, где и в каком бою. Ты уже был чемпионом тогда или нет еще? Я думаю, что да, уже к этому времени я, наверное, был чемпионом мира. Я даже не помню. Но мы все вместе тренировались. То есть, у нас в Лас-Вегасе мы были вместе. У нас даже есть фотка там, где мы в зале. Топ-Ренка вроде, в зале Топ-Ренка, и Котта, и Мэйвезер, ой, и Котта, и Мэнни Пакеау. То есть, у нас такая банда такая большая там была. Я еще не помню, в каком шоу он. Ну, я так думаю, что... То есть, главное бы вечер был. Сейчас даже не вспомню. Слушай, а какой он вообще некрофорд? Он высокомерный, весь такой на понтах или наоборот, такой простой и скромный? Нет, вы знаете, кстати, наоборот, он очень сдержан, очень вежлив, всегда очень дисциплинирован. И вот это, наверное, дает ему такой плюс дополнительный. Он очень уважительно относится. Он много не говорит. Я думаю, что вы слышали, ни разу, наверное, не слышали, чтобы он где-то громких слов каких-то заявлял. Ну да, матом не ругается. Он крайне вежливо, всегда тоже сдержан, без лишних эмоций. И в этом, знаете, он располагает к себе и вызывает уважение. Что он всегда и к команде, и к сопернику с огромным уважением. То есть, вот даже команда Израиля это отметили. То есть, вышел, без громких слов, сделал свою работу и ушел. Это здорово. Руслан, ты упомянул сейчас в разговоре Мэнни Пакияо. Ну, вот, кстати, еще одна звезда мирового бокса. Без преувеличений. Человек, который несколько весовых категорий покорил. Начиная с самых мелких, заканчивая полусредним весом. Человек, который, в принципе, уже все всем доказал. Является, ну, так, если так, немножко иронично, живым богом у себя на родине, на Филиппинах. Человек, у которого политическая карьера уже идет. И тут он заявляет, что хочет вернуться в бокс, хочет опять боксировать в свои 40, там, 40, сколько ему? 44, по-моему, нет, или 45. 40 с чем-то лет, да, то есть, для его веса это уже солидный возраст. Как ты считаешь, ну, на твой взгляд, ты его достаточно хорошо знаешь, общался. Почему он так решил и насколько это вообще хорошо? То есть, вот, ты бы так сделал? Здесь, наверное, конечно, лучше ему этот вопрос задать. А для чего ему это нужно? Ну, надеюсь, надеюсь все-таки, что это не из-за финансов. Надеюсь, что все-таки, ну, он заработал достаточно и сохранил все это. И, может быть, даже приумножил, дай бог. Потому что, по крайней мере, вот если применять на себя, я, чего я боюсь и боялся, да, это, чтобы меня не заставила нужда выйти снова в ринг. За деньги, снова. Понимаете? Вот. Знаю, что вот он вроде с кем-то, вот буквально, да, там недавно, с кем-то каратистом или с кикбоксером вроде дрался. Да, был показательный выставочный бой с японцем. И пока я его как-то выиграл, ну, уже все-таки тут видно, что возраст, он уже такое делал. Просто мы, когда приехали, я летел в Лос-Анджелес, я для себя сразу несколько точек отметил, которые мне обязательно нужно было посетить. Это забежать обязательно в Гриффин-парк, в эту гору, в которую я бегал просто на протяжении, там, 10 лет. Я и бегал из Мэнни Пакеавы, из Кота, посетить зал Фредеровоча, вилл-карт, сходить в баню, в которую я тоже ходил. Мы в корейскую баню там ходили. И что-то еще. Ну, а, и зайти Козимичу, это вот представитель, единственный представитель в Америке продукции Виннинг. Вот, Козимичи, это мой друг, такой японец, которому я отдал свой поезд, уже чемпионский. Он на все бои мои летал. Настолько не знаю, как я проникся, он в Москву даже прилетал. Круто. То есть, он летал на все бои вместе с супругой, но вот, к сожалению, в Гриффин-парке не забежал, и Козимичи не успел посетить. Вот, остальные все закрыл. Вот, ну, еще раз говорю, и вот когда мы, я посетил Вилл-карт, встретился с Фредеровочем, и он как раз, он сказал, что в Мэнни совсем недавно он дрался, то ли ничья была. Ну, это был выставочный поединок, который, я так понимаю, что не пошел в зачет. Вроде говорит, крэйзи, говорит, ты, надеюсь, не собираешься, я говорю, нет, слава богу. Жить есть на что. Да-да-да, я не собираюсь. Отвечаю на вопрос, я не знаю, для чего это. Может быть, соскучился, может, не хватает какого-то вот этой эмоции. Драйва в жизни. Драйва, да. Ну, правда, не знаю. Мне всего сегодня в жизни хватает. Слушай, а ты как считаешь, ты вовремя ушел? Потому что, насколько я знаю, общаясь с боксерами, да, со многими, они отмечают такой момент, что если ты вовремя не ушел, и ты, то есть, и ты как наркоман, ну, в том плане, что ты в боксе уже все, ты уже не можешь остановиться, даже если ты проигрываешь и так далее, и так далее. Вот ты как считаешь, ты ушел вовремя? Я считаю, что я ушел вовремя и своевременно. Прямо, знаете, ну, я никогда особо бокс не любил, я его, наверное, даже больше ненавидел. Вот такие вот откровения от боксеров. То есть, к вопросу, что их якобы никто не заставляет драться, оказывается, это не так. Вот, просто это вот в тот момент была единственная возможность, наверное. Пробиться в люди. Пробиться в люди, прокормить семью, и глупо, наверное, было не воспользоваться было, да. Потому что я этим занимался всю жизнь, с 10 лет, и не попробовать себя в профессионалах. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, наверное, конечно, я любил это делать, я любил. Ну, еще раз говорю, мне не давалось это так легко, чтобы многие там понимали. То есть, мне не давалось это легко, это, ну, я себя заставлял, я где-то себя мотивировал сам. Я понимал, что, Руслан, здесь и сейчас, как в последний раз. То есть, я понимал, что если, ну, я сегодня не потерплю, не отдам что-то взамен, да, там. То есть, есть мечта, есть цель, ради нее нам всегда чем-то пожертвовать, что-то отдать взамен. Поэтому многие просто от этого получают такое удовольствие, и на них смотришь, как они легко это делают, как у них, ну, просто они балдеют от этого. Того же посмотреть, посмотреть, там, Крофора, да, там, как это все легко, как они это все играюще. То есть, настолько это все, вот, прям, они получают удовольствие. Для меня же каждая подготовка – это… Мучение. Ну, да, то есть, это прям, ну, очень так тяжело мне было. Слушай, ну, мне кажется, знаешь, как вот это внешне кажется, что все легко, но я уверен, что тот же Крофор, он на тренировках пашет прям жесточайше. Безусловно, безусловно. Здесь тоже, вот, видите, как ты относишься к чему-то. То есть, вот, если бы я вот сегодня бы пришел, вот, пришел бы вот с этими вот философией в вокзу, наверное, мне бы давалось легче. То есть, просто даже, когда ты делаешь одну и ту же работу, но при одной ты, вот, грубо говоря, собираешь волю в кулак, да, там, и терпишь. А по-другому ты просто приходишь, улыбаешься и получаешь удовольствие. Оно совсем уже заходит по-другому. Руслан, смотри, вот у нас тут трое мужчин, с которыми ты делил ринг в свое время. Вот начнем с вот этого улыбчивого мужчины, который сейчас весит, кстати, примерно как Майдана, про которого мы до программы с тобой говорили, Тимоти Брэдли. Если бы тебе предложили выставочный бой, там, за большие деньги против Тима Брэдли, ты бы согласился? Или тебе хватило того, что уже было? Я скажу тебе больше. Я согласился бы даже бесплатно, серьезно. Я еще раз говорю, я никогда деньги не ставил во главу угла материальной ценности. Вот, наверное, вот эта философия, она, наверное, и привела меня к успеху. Когда ты начинаешь какое-то дело, и ты не ставишь во главу угла материальной ценности. Ты просто вот живешь этой целью. Потому что вот большая ошибка всех начинающих спортсменов, боксеров, они начинают еще ничего не сделать, а уже во главу угла там ставят вот эти вот материальные ценности, деньги, сколько я там получу, что там. То есть, понимаете, нельзя. Вот поэтому я с Брэдли, еще раз говорю, если мне предложат, я готов где, когда и хоть в любое время выйти абсолютно бесплатно. Вот он, кстати, стал комментатором сейчас, комментатор, аналитик, бокс, в США достаточно неплохо все раскладывает. Тебе не предлагали поработать вот в этом же направлении? Нет, ну, мне не предлагали, да и мне, если честно, неинтересно. Вот, Майк, смотри, у нас тут еще Майкель Варада. Тот самый человек, благодаря которому отчасти ты стал чемпионом мира, потому что ринг делят два человека. Без соперника ты чемпионом мира стать не сможешь. Вспоминаешь тот бой периодически? Нет? Вот там бывает, что там снится, например? Нет, 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 знаете, мне вот бокс вообще почему-то не снится, и бои не снятся. Видимо, у меня все было замечательно и прекрасно складывалась моя карьера, что вот, наверное, Брэдли, наверное, снится. Ага. Я. И Майкель Варада, наверное, я снюсь. Как в марах. Вот. Ну, с Костилевой все так более уже так было лояльно. Так что я думаю, что... Там, по-моему, Костиле уже, ну, был немножечко на сходе. Он, давайте будем честны, конечно, он был на сходе. Я уже тогда сказал, после боя, сразу же после матчевого интервью, когда в ринге брали, я сказал, что давайте будем честны, что если бы я, наверное, встретился бы в лучшие годы с Костиле, наверное, мне бы тут делать нечего было. Вот. Я честен как бы к себе. Поэтому, ну, всегда, когда один заканчивает карьеру, второй как бы ее начинает. То есть, всегда есть конец и есть начало. Когда один заканчивает, у другого начинается. То есть, и где-то возрастной боксер, он становится ступенькой для более молодого. Ну, да. А мне вот как раз таки не хотелось этого. Мне не хотелось быть ступенькой. То есть, становиться уже гейткипером, на котором обкатываются проспекты-контендеры. Но тем более, если все-таки помимо бокса у тебя какая-то еще другая параллельная жизнь, она есть именно, где ты себя реализовываешь, то да, наверное, так. То есть, превращаться в Роя Джонса-младшего, для меня это лично боль, потому что благодаря этому человеку я полюбил бокс-профи. У меня есть с ним фотка, ну, у кого нету. Но я прям очень его любил, и когда вот так уже у него пошли такие поражения за поражением уже от соперников, которых бы он в лучшие годы просто размазал. Я такой, о господи, ну вот так вот. Бывает и так. Это как раз к слову, что нужно вовремя уйти. Нужно вовремя уходить. То есть, понимаете, это тоже уважение к саму себе. Смотри, пророссийский бокс профессиональный. Не знаю, насколько ты следишь, не следишь, но тем не менее вопрос задам. Пробьем Бетербеев чуть позже, а пока вот про твою весовую категорию, например, 63,5 КГ, ну и там какие-то рядом, да. На твой взгляд, если исходя, насколько ты следишь за ребятами, за нашими, кто сейчас может стать такой реальной звездой и повторить успех Руслана Проводникова, так скажем? Честно, вот я не слежу совсем. Не слежу совсем так. Вот если где-то что-то выскочит, я даже не знаю, кто сейчас 63,5 чемпион мира. Там много. Ну вот, видите, я не знаю. Сегодня, я сегодня не живу боксом. Сегодня у меня немножко другая деятельность. Я сегодня стараюсь. Было время, когда нужно было, когда я всех знал, всех знал, кто моей весовой категории. Потому что, ну, это мои потенциальные соперники. То есть мы где-то какие-то планы строили, где-то, ну, то есть прикидывали. Тоже это шахматная игра. Тоже правильные ходы расставить, да, там, и правильно там дорогу расчертить. Вот. Ну, вот в моем случае, я думаю, что, слава богу, как-то все так сложилось, да, и мы все-таки всегда принимали любые вызовы, независимо от того, насколько они опасны. Вот, кстати, как раз-таки я никогда не брал легких, никогда не выбирал легких путей. Привет Флойду Мэйуэзеру, младшему. Вот. И, наверное, я всегда, я обоснованно рисковал. И, наверное, вот этот вот риск обоснованный, он, наверное, и привел, наверное, к этому успеху. Потому что в боксе без риска никак. То есть порой меня, конечно, где-то отдергивала команда и говорил, что, может быть, не стоит, может быть, есть другой путь. Но я всегда говорил, что нет, этот путь, он более короче, если повезет, чем мы пойдем вот так вот там. И, кстати говоря, по поводу вот, ну, вообще, в принципе, сколько я помню твоих поединков, ну, практически все яркие, особенно, когда уже дело дошло до международного уровня. В США тебя помнят еще? Вы знаете, вот было очень приятно. Я прилетел, мне было 8 лет. Слушайте, зашел на арену. Мы сначала там на Геазов дрался, тоже они за сутки или через сутки, то есть, получается, за сутки до... Мадримов-Крофорд. Да-да-да-да. Дрались там на Санта-Монике, это как тоже такой элемент раскрутки, то есть два шоу такие в преддверии, то есть одного большого шоу сделали маленький. То есть там тоже, получается, это как такие разогревочные бои там. Я понял, да. То есть я пришел, это было на Санта-Монике, прямо на океане, там, да, Рин прямо на улице поставили, ну, очень классно. То есть такой open-air шоу. Да. Круто. Слушайте, я пришел и был приятно уявлен, как бы подбегали мексиканцы, узнавали, там, приятно. Ну, так у тебя стиль-то бокса какой был? Практически мексиканский, наверное. Первый русский мексиканец еще до Жени Градовича практически, да, то есть, ну, сколько я твоих боев помню. Ой, мне кажется, Брэдли, да, снится, как он кувыркался от тебя. Слушай, вот, еще одного человека здесь нету, потому что только трое у нас тут умещается, но все-таки я бы хотел тебе задать вопрос. Не помню, может быть, задавал, не помню, может быть, ты мне отвечал, ну, в рамках программы. Кстати, тоже человек, который сейчас работает комментатором, аналитиком, Крисал Джерри, он же Крисал Герри, вспоминая тот поединок, когда ты практически его уже сделал, там, два, по-моему, или три раза ты его кувыркнул в первом раунде. Руслан, почему ты его отпустил? Неужели ты не предполагал, что он может прийти в себя и потом по очкам перемочь, победить? Я, кстати, вот сейчас в Америке отвечал на этот вопрос. Вот ответь теперь в России. Потому что я приехал, там, один корреспондент снимал как раз документальный фильм, и бывший работник HBO, вот, делал документальный фильм, как раз-таки про какую-то серию он там делает. И вот одна из серий, это со мной, про два боя. Это бой с Тимоти Брэдли, я вспоминал, и бой с Лжерри. То есть мы параллели проводили. Вот. Почему не добил? Вы знаете, вот, когда выходил с Тимоти Брэдли, вот это, это вот был тот шанс всей моей жизни. Шанс, которого я ждал всю жизнь. Это был звезда. То есть, и вот выйти с этим человеком, и, то есть, все было против меня. Как ни крути. Даже в России в меня не верили. То есть ты был андердогом по всем. Даже в России в меня не верили. То есть, вот, и вот это вот, понимаете, оно, выйти и доказать не всему миру, а доказать, прежде всего, себе, что ты чего-то стоишь. Это вот, оно настолько вот, прям тебя мотивировало. Вот это, вы знаете, или-или. Вот меня вот это всегда мотивировало. Когда ты выходишь в ринг, ты понимаешь, что ты можешь с ринга не выйти своими ногами. Вот это меня всегда мотивировало. Что касается Лжерии, я уже был стать чемпионом мира. И я могу сказать, что, знаете, я такой-то неизвестный боксер. Как-то вот я не видел в нем... Соперника? Соперника, наверное. Ну, конечно, я его не могу сказать, что я его недооценил. Или, то есть, я как-то... Просто вот этого вот не было, понимаете, вот... Мотивация была не такая. Страха, что ли, какого-то вот этого вот, который вот меня всегда мотивировал. То есть, настолько все было спокойно. Все как-то вот, ну вот, не хватало вот этого. Когда я выходил, говорю, с Брелли, с Эльварадо, с Матисы, вот это, понимаете, вот... Ты вот сам себе доказывал. Здесь же как-то вот, я не знаю, вот кого-то выходишь, бить того, кого ты должен был побить. Мне никогда не нравилось это делать. Никогда. Я вот... Ну, не знаю, что такое. Не объяснить. И поэтому, знаете, ну, я вышел, да... Два нокдауна. Два нокдауна. Я, конечно, мне хотелось... Честно, хочу сказать, что мне хотелось закончить бой пораньше и выиграть. Я не буду, как бы, сказать. Ну, вот... Мне никогда, еще раз говорю, не нравилось драться вот с этими бегунками. Мы вот сейчас затронули вот выше бой Крофорд... Постал. Постал. Я как раз сказал, что, знаете, вот такие вот... Мне никогда не нравятся такие боксеры, как Постал. Они очень бесячие. Они больше раздражают, если честно. И вот это вот... Алгири как раз-таки вот такой боксер. Вот мне куда приятнее было вот кость в кость. Выйти вот на середину ринга, как с Альварада, да? И вот просто кость в кость. Вот здесь. Вот это вот мой голос. То есть Алгири просто неудобный по стилю. Неудобный, да. Ну, я не буду, как бы, сейчас, там, оправдываться, еще что-то. Ну, случилось так, как случилось. Как бы, вот... Ну, вот так вот проиграл. Поэтому надо уметь проиграть. Надо уметь... Слушай, хотя, давайте будем честны. Наверное, все-таки для того, чтобы выиграть, нужно было выиграть более ярко. Все-таки, наверное, он, наверное, не настолько заслужил эту победу. Понимаете? Ну, как судьи решили. То есть мы... Я никогда не искал оправдания, еще что-то. Ну, как случилось, как случилось. Поэтому... Слушай, а вспомнил еще один поединок, к сожалению, для тебя проигранный. Ну, вот мне кажется, там, вот подтверди, прав я или нет, вот там уже у тебя была прям усталость от бокса. Это бой с боксером, который стилистически тебе был удобен. Не бегунок, рубака, Джон Малина. Вот как было там? То есть там, в принципе, у меня было ощущение, что, когда я пересматривал поединок, когда ты приходил после раунда в угол, ты уже думал как-то не о поединке, а где-то был вообще в другом месте мысленный. Как оно было на самом деле? На самом деле так и было. То есть не было вот этого голода. Не было вот этого голода, который у меня был вот до, скажем так, до этого поединка. После чего, в принципе, вот мы и вышли. И в раздевалке я сказал, Вадим, может быть, стоит... Есть смысл взять паузу? Он полностью подержит. Ну, пауза, это уже, в принципе, означало, что все. Я не был уже голод. Ну, то есть превращаться в гейткипера и в Джорни Мэна уже совершенно не хотелось. Ну, я бы, наверное, после этого боя точно в этого человека бы не превратился, так как я бы, наверное, еще все равно дрался бы на высоком уровне. Как раз-таки вот бой с Джоном Малиной, это был первый бой по контракту с Шоу Таймом. Потому что мне предложили, Шоу Тайм предложили контракт на пять боев, главные бои вечера. То есть они с HBO, ты знаешь... Да, HBO закончили. Не, не то, что закончили. Они были конкурентами. Конкурентами были. И Шоу Тайм очень хотели, чтобы я дрался на их телеканале. И предложили хорошие условия. Пять боев, пять дат. В главных боях вечера. То есть вы понимаете, что такое... Это круто, как минимум. Да, конечно. То есть попасть... По всем стать. Попасть на... Стать клиентом. И драться в главных боях вечера на телеканале HBO или Шоу Тайм. Это, блин. Я даже... Если честно, вот я сейчас говорю, я даже поверить не мог, что когда-нибудь вот я попаду в это. Что я буду там внутри. Изнутри смотреть. Когда вот эта индустрия работает на тебе. Слушайте, это удивительно. Съемки, вот эти всякие ролики, рильсы. Просто вот ради там минутного ролика, вы не представляете, сколько там у нас съемок идет. Более 7-8 часов. Слушай, уставал? Ну, есть такое. Есть такое, когда ты с одного ангара в другой. Это вот это вот тебя переодевают. Ты вот... Ну, разные. У каждого боксера... Допустим, мы как раз-таки... С Паком. Мы в одно время снимались вот к своим предыдущим там боям. Ролики делали. И телеканал «Большой ангар» примерно типа построили. То есть там разные комнаты. И мы как раз по кругу так вот шли, двигались друг за другом. Как раз-таки была Льва Рада, я, Мэнни Пакеао. Не помню, кто еще был. Мне кажется, Крофорд был. И мы вот ради вот этого минутного ролика где-то, о которой потом, я говорю, уже после, в преддверии этих боев каких-то... Вот эти трейлеры. Да-да-да, включали. То есть у каждого был свой какой-то эмплуа. Ну, то есть каждого там старались под характер сделать. То есть я такой был все-таки... Сибирский рокер? Сибирь, да, и то есть они тоже старались вот это вот все срежиссировать, как бы сделать. То есть по 8 часов, я говорю, вот мы там двигались, там вот в этом ангаре передвигались, там и у каждого были свои задачи. Интересно. Такой вопрос еще хотел тебе задать. Как-то в интервью с Сергеем Ковалевым Сергей сказал, это касалось его поединка против Канело Альверса, что отчасти еще на его настрой повлияло то, что выход, выход перенесли. То есть сдвинули выход по времени. Были ли у тебя такие ситуации? И если да, как это на тебя влияло? То есть это сбивало с толку, ты уже разогрелся, а тут раз тебе говорят, там, выходи через 2 часа. Или в твоей профикарьере на высоком уровне таких ситуаций не было? Вот я не припоминаю, нет, у меня сдвигов не было. Мы все вот всегда двигались по плану, четко-четко по времени, что мне очень импонирует вот Америка в этом плане. То есть если у тебя стоит там бой, в 9 вечера прям написано там, что выход, там, допустим, в 8.45, в 9 ты дерешься. То есть все будет прям вот четко по времени. Когда я только начинал свою карьеру в Америке, я начинал драться на телеканале ESPN. Это такая площадка, скажем так, тоже ESPN дает тебе прямые трансляции. Для того, чтобы попасть как раз таки, чтобы стать из... Трамплин. Трамплин такой, вот как раз попасть на HBO, либо на Showtime. Это в то время. В то время, да. Вот. И когда я начинал драться, конечно, я на ESPN еще не дрался в прямых трансляциях. Я дрался как бы до прямого, до прямых трансляций, как бы на разогреве. До телекарда. Но иногда приходили работники и говорили, смотрите, главный бой вечера, он 10-раундовый. У вас 6 раундов. Если главный бой вечера закончится бой до пятого раунда, то есть еще время прямого эфира, и вы можете попасть в него. То есть вам выбирать. Вы можете, то есть, ждать, подождать, либо выйти по расписанию в свое время. Но тогда вы... Вас не покажут. Вас не покажут. Понятно, что вот опять-таки мы рисковали. Вы выходили после главного боя вечера. Публика еще в зале оставалась или вы при пустом? Практически при пустом. То есть там уже третий, если половина оставалась, то и хорошо. Но те люди, кто оставался, они после главного карда и главного боя вечера просто... Потому что там выходил... Бэм, нафиг. Это, знаете, всплес такой. Они просто там были в шоке. Потому что сразу заряжался, сразу же шел ва-банк. Ну, ты, в принципе, всегда такой был крауд-плизер, как говорят наши зарубежные коллеги. То есть любимец толпы. Потому что, ну, я думаю, что у тебя... Раз ты говоришь, что тебя помнят США, у тебя фан-база там была. И я уверен, что когда ты боксировал в США, там прям люди приходили конкретно на тебя, как в свое время приходили на того же Артура Гатти, я так считаю. Слушайте, если бы люди меня не любили, люди бы не шли бы на меня, а я бы не был главным клиентом HBO бы. Логика, да. Потому что я могу сказать даже больше вам. Когда мы дрались в одно время с Крофордом, у меня рейтинг просмотров был гораздо выше. У меня за миллион двести Крофорд даже не дотягивал до миллиона. То есть представляете, какая разница была? Поэтому люди шли конкретно на меня, люди покупали. То есть я забивал арены. И трансляции я продавал. Ну, конечно, я не на пепперви дрался, но тем не менее у меня было гораздо выше. Про детей. У тебя один из детей – это сын Иван, который занимается боксом. Как у него успехи? Не разлюбил ли бокс? Продолжает ли он боксировать? Что с ним происходит в этом плане? Все, слава богу, все своим чередом. Конечно, бывает, накапливается во время тренировочного сезона, все равно устает. Бывает такое, апатия всякая бывает. Потому что он сегодня учится и тренируется, и живет в школе Олимпийского резерва в городе Ханты-Мансийске. Это 700 километров от Береза. Причем он живет уже там с 13 лет. То есть оторван от семи на большое время. Да, с 13 лет. То есть он, получается, 8-й, 9-й класс закончил там. В этом году он сдал экзамены ОГЭ 9-й класс и поступил уже на этой же базе, уже в колледж. Закончил 9-й класс без троек. У него хороший бал. И поступил на бюджет. На бюджет без моего участия. Вот что для меня очень важно. Я еще раз говорю, я с самого детства детей своих воспитываю. Вы можете засчитывать только на самих себя. То есть никакой папиной протекции, никаких вот этих вот платных историй. Да. То есть он сейчас поступил на бюджет. Я могу ему позволить платное обучение. Но для меня очень важно, чтобы он сам сегодня за счет своих успехов получал образование. И вообще развивался в жизни. Поэтому он закончил экзамены. Закончил 9-й класс. Сдал экзамены сам. С одной тройкой он сдал экзамены. По русскому языку. Вообще 9-й класс закончил без троек. Это при том, что они в течение тренировки сезона постоянно сборы. Постоянно соревнования. То есть успевает, слава богу, учиться. То есть это все вот... И он находит... Один из лидеров сборных Антоносистского округа. Вот с сентября месяца он уже, можно сказать, переходит. Ну, следующего года он уже переходит в юниоры. Сколько сыну сейчас? Так, ему сейчас 12 сентября 16 исполнится. Да, 16 ему исполнится. Растет очень быстро. Вырос уже выше меня. Он за учебный сезон тренировочный, он заходил в прошлом году в сентябре месяце 52 килограмма. Да. Начинал сезон. Закончил 57 в мае. А сейчас он весит уже 61. Выше меня, то есть не знаю в кого, у меня вроде и Наталья невысокая, я, соответственно, ну вот, выше меня. Слушай, это бывает у Шейна Мозли, сын Шейн Мозли младший, Шейн боксировал максимум 69, сын у него 76 боксирует по профи. Ну вот я Ивану тоже говорю, Иван, ты, говорю, минимум 75 килограмм, вот сейчас я ему привез с Америки шлем с бампером, пап, зачем, неудобно. Я говорю, Иван, запомни, что жизнь после бокса не заканчивается. Ты должен максимально беречь свое здоровье, если ты хочешь потом полноценно жить. Я говорю, вот ты посмотри на меня, я говорю, 10 лет, говорю, дрался в профессионалах. У меня 24 года была моя карьера. 10 последних лет я дрался в профессионалах. Посмотри на меня, мне грех жаловаться еще. То есть у меня нос дышит, нос не сломан. Сечки заживали быстро. Как на собаке, да. Хотя вы выглядели страшно. Ну вот, да, поэтому я говорю, надо беречь здоровье. У тебя только закончились сейчас старшие юноши, сейчас начнется юниор, а это уже мужички, уже там ребята выходят, бьют. Он тем более, я говорю, ты тем более сейчас будешь заходить, 63 килограмма. Вот сейчас с сентября месяца он будет заходить, ну 63 килограмма уже. Я говорю, Иван, надо беречь. У вас, говорю, постоянно, они же полюбительны, постоянно сборывают, сборывают, сборывают. Постоянно спаррингуют, постоянно. Поэтому я говорю, надо беречь максимально. Вот поэтому привез ему шлем, тоже такой у меня, вининг с бампером. Все правильно, потому что если он дальше продолжит карьеру уже по взрослому боксу, там уже без шлемов, и там немножко будет потяжелее. Он, кстати, собирается или вот он, как у него, какие мысли? Я еще раз думаю, я вообще по поводу Ивана больших планов не строю в спорте. То есть все, понимаете, я даю все на волю Божию. То есть спортом заниматься должен обязательно, спорт должен быть обязательно. Не только в его жизни, вообще у меня еще два сына. И не только, вот я сейчас говорю там про своих детей. Вообще в общем, понимаете, дети должны заниматься спортом обязательно. Спорт – это все. Спорт влияет на всю нашу жизнь. Я неоднократно говорил, сейчас, наверное, повторяю уже, может, тысячный раз. Напоминаю для всех тех, кто посмотрит этот подкаст, должны заниматься обязательно. Потому что спорт, он влияет на всю нашу жизнь. На деньги, на отношения, на карьеру, на все. Потому что это здоровье. Ну или хотя бы физкультура. Если уж не профессиональный. Я сейчас, да, я сейчас не говорю про профессиональный спорт. Там уже каждый для себя выбирает. Поэтому захочет ли он пойти профессионально, построить там жизнь свою. Это будет его решение. А как ты отнесешься к этому? Да я его поддержу, еще раз говорю. Я поддержу его во всем, если это будут нормальные, здоровые мысли и желания. Я его поддержу во всем. Вообще стать основателем боксерской династии проводниковых не было мысли. Потому что, ну, ты же прекрасно знаешь, что в боксе есть прям династии. Отец был молодец. И сын молодец. Там история знает такие примеры. И сейчас ребята боксируют. Вот у тебя не было такого желания? Нет, нет. У меня нету, не было таких желаний. И нет таких желаний. Все должно быть, знаете, если сложно, так значит, мне будет приятно. Самое главное, чтобы еще раз, чтобы мои дети выросли людьми хорошими, воспитанными, образованными. Это очень важно. Чем они будут заниматься, это уже не важно. Я еще раз говорю, мы должны, еще раз говорю, быть максимально образованными и воспитанными. Я вот это прям повторяю в самом детстве. Всегда повторяю. Потому что это очень важно. Образование должны получить обязательно. А кем они уже будут работать? Пусть хоть дворником. Ну, чтобы были лучшими дворниками. Понимаете? Что бы ты ни делал, делай хорошо. Вот. Это залог успеха во всем. Все вы знаете, что я очень люблю поэзию. И поэтому не могу уже закончить этот эфир, не прочитав одно из своих любимых стихотворений. А прочту я вам стихотворение современника. Называется «Письмо себе». Я уверен, что оно отыкнется у многих. Сейчас пишу я сам себе. Чтоб эти строчки прочитать. Когда я буду полагать, что оказался в тупике. Когда не буду знать, что дальше. В какую сторону шагнуть. И чтоб себя не обмануть. И правду отличить от фальши. Я слишком много сомневался. И слушал мнения других. Я из намерений благих на их же грабли нарывался. Теперь избитый. Тело в шрамах. Иду хромой на две ноги. Разбито сердце на куски. Его не склеит. Даже мама. А вера есть. Но лишь себя. Кто разделил со мною путь. В любой момент может свернуть. Слегка руками разведя. Я пожелав ему удачи, продолжу торопливый шаг. Ведь если выбрал, значит, так ему удобно. Не иначе. Иду с улыбкой на лице. С трудом шагая. Но упрямо. Теперь смотрю я только прямо. И там я четко вижу цель. Иду. И миру улыбаюсь. Не жду я никаких чудес. Я принимаю все как есть. И счастлив. Честному признаюсь. А если будет сложный выбор. Я вспомню все свои ушибы. И без советов бесполезных. С чужой логикой железной. Принять решение сумею. Лишь так. Как сердце скажет мне. Об этом выборе нигде. И никогда не пожалею. А если доживу до лет. Когда я буду старый дед. Я буду добрый. И седой. В душе такой же молодой. Всегда не против улыбнуться. И посмеяться от души. Ведь мне на прожитую жизнь. Не стыдно будет оглянуться. И будет некого винить. В своих ошибках. Неудачах. Ведь каждый миг. Он тем и значим. Что я решаю. Как в нем жить. Дорогие друзья. Ну что. Спасибо вам. Берегите себя. И будьте счастливы. Всегда ваш друг и хулиган. Руслан Проводников. Ну и на этой позитивной ноте. Мы заканчиваем нашу программу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова